Спасибо, Любовь. Сегодня исполняется ровно 10 лет, как в нашей республике открылся Финно-Угорский культурный центр России. Он был создан по поручению президента страны, как филиал Государственного Российского Дома Народного Творчества. С тех пор центр реализовал не один десяток проектов, от фестивальных и выставочных до культурно-просветительских и информационно-издательских. Причем в тесном сотрудничестве с партнерами не только из России, но и других финно-угорских стран Венгрии, Финляндии и Эстонии. Вообще, что мы знаем о финно-угорском мире, насколько он разнообразен и почему для нас так важно финно-угорское сотрудничество? Поговорим об этом сегодня в Деталях дня. Итак, финно-угры. Вроде бы нам много о них известно, живем как-никак в Коми-Республике, однако так ли это на самом деле? Мы вышли на улицы Сыктывкара с вопросом, какие финно-угорские народы вы знаете. Внимание на экран. Какие финно-угорские народы вы знаете? Коми, Вепсы, в Новгороде даже есть. Коми-фермяки, Су... 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 Финны, Угры. Не знаю, честно. Финны, я знаю. Коми. Ху, Эстония, Латвия. Так. Ну, Венгрия. Ого, не знаю, честно. Ну, финны и... Всё. Так, финно-угорские. Финнские, Коми, Мариэл, так, эстонцы, удмурты. И, пожалуй, всё. Финны, венгры, эстонцы, марийцы, Коми. Финно-угорские? Коми. К финно-угорским относятся? Да. А ещё какие? Пермский край. Финны. Прибалтика. Ну, Коми, наверное, прежде всего. Не знаю больше никого. Карелы, наверное, тоже к ним относятся. Вепсы, Коми, Коми-фермяки, ну, это один народ. Их нельзя разделять. Столько мы знаем, сколько мы премяки. И вот, может, два. Есть эстонцы, финны, но вот эти ханты, манси, они родственные удмурты, я понимаю, на 100% почти. Я просто не подготовился, я бы вспомнил, я бы внезапно подошли, поэтому не помню. Финно-угры – одна из самых крупных этноязыковых общностей на территории Европы. К ней относятся аж 24 народа, 17 из которых проживает в России. Согласно историческим данным, финно-угорских народов было еще больше, но в наше время упоминания о некоторых из них, например, о чуде, сохранились лишь в летописях. Общая же численность финно-угров в мире сейчас оценивается около 25 миллионов человек. Почему такое большое внимание наша республика уделяет финно-угорскому сотрудничеству? Почему это так важно? Узнаем у сенатора Валерия Маркова, который много лет занимается укреплением финно-угорских отношений. Валерий Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему столько усилий направлено на развитие финно-угорских отношений? Так, почему, скажем так, только финно-угорских достаточно много контактов развивается и кроме этого, но когда мы говорим о возможных контактах, даже в обыденной жизни, мы к кому в первую очередь обращаемся? Обращаемся к знакомым, родственникам и так далее. В финно-угорском сообществе уже до этого существовало много лет достаточно плотное и активное сотрудничество ученых, которые занимались финно-угроведением, которые занимались в своих странах, не только в своих странах, но и в других странах и так далее. Валерий Петрович, скажите, а что главного удалось сделать для развития финно-угорского движения? Ну, давайте так. Сейчас, если это необходимо, есть надежда, что поставят плечо, окажут поддержку в тех и иных делах. Например, то, что связано сейчас с развитием культуры, языка и так далее. Вот мы проводим не один раз уже, сейчас где-то пятая конференция, связанная с изучением родных языков в условиях двуязычия, начиналась с финно-угорской, а она стала теперь не только финно-угорской, участвуют другие страны и другие регионы России. А начиналось это с финно-угорской. То, что финно-угорское движение, оно помогло, скажем, налаживание связи нашей республики и с другими регионами, и с другими странами, это никто не отрицает. Начиналось это еще Юрий Алексеевич Спиридонов, было продолжено потом. И, в принципе, это играло определенный плюс, потому что показывало, скажем так, способность и готовность нашей республики к такого рода контактам. Не обязательно финно-угорским. Валерий Петрович, Валерий Петрович, вынужден вас прервать. Спасибо большое за информацию. Мы очень ограничены во времени. Всего вам доброго. Как развивается финно-угорское движение и какую роль играет в нем наша республика, продолжит мой коллега Северин Арпа. Дона Йортьяс, быть депутана делегатяс. Я тоже считаю, поскольку к нашим словам сегодня прислушиваются сотни тысяч... Консолидация финно-угорских народов идет с конца 80-х годов прошлого века по разным позициям и по разным направлениям, как внутри России, так и за рубежом. Много новых идей предлагает наша республика. Если вспомним историю, именно финно-угорское движение, как национальное движение, начиналось здесь. Первый конгресс финно-угорских финно-угороведов был проведен в республике, это 85-й год. Общественные движения по финно-угорских народам тоже в республике все это зарождалось. Здесь зарождались новые какие-то образовательные, научные вещи, идеи, проекты. Свои проекты продвигают и другие финно-угорские регионы. Например, удмурты стали инициаторами большого этнографического диктанта. В Карелии проводят дыхательную гимнастику на национальном языке. А визитной карточкой Пермского края можно назвать международный этнофестиваль Камва. Я думаю, что когда вот это все есть, вот такая как мозаика, оно очень богато. И хорошо, когда у нас вот эти культурные связи есть, и мы можем обогатиться за счет других регионов и привнести что-то свое. Коми стала площадкой для многих финно-угорских культурных проектов. Вспомним фестиваль визуальных искусств «Туйвеш» или Международный скульптурный симпозиум. На этом пленэре Александр Выборов создал тот самый памятник буквы «Э», возле которого любят фотографироваться гости республики. В селе Ип вырос финно-угорский этнопарк. Ну а ровно 10 лет назад в Сыктывкаре открылся финно-угорский культурный центр России. И у нас сегодня в гостях Татьяна Барахова, руководитель финно-угорского культурного центра России. Татьяна Тихоновна, здравствуйте. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 46 90 60. Звоните. Татьяна Тихоновна, первый вопрос. 10 лет. Что за это время удалось сделать вашему центру? Ну вот за эти 10 лет, наши первые 10 лет, мы сформировали и реализуем очень уже состоятельное количество разнообразных проектов. Выставочных, фестивальных, этнографических, информационных, издательских. Мы проводим семинары. Мы наработали базу методическую для написания проектов, для подачи их в различные грантодающие организации. И, конечно же, за эти 10 лет мы встретили надежных партнеров, верных друзей в регионах России и финно-угорских странах. Скажите, а какие регионы и страны можно назвать лидерами финно-угорского движения на данный момент? Ну, так как мы все-таки являемся координирующим центром и выполняем благородную миссию президента Российской Федерации, мы благородно и всегда отвечаем на этот вопрос, что каждый регион и каждые действия проектные финно-угорской страны вносят свой отдельный вклад в общее развитие финно-угорского движения, которому уже больше 25 лет. Поэтому лидеров много. Все лидеры. Все лидеры. Своих направлений. Ну, не может не радовать. А у нас сейчас на связи по телефону первый руководитель финно-угорского культурного центра России Светлана Белорусова, которая сейчас работает в Москве. Светлана Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Светлана Ивановна, как все начиналось 10 лет назад, можете нам рассказать? Ну, я хочу передать большой привет всем жителям Республики Коми в первую очередь и, безусловно, финно-угорскому культурному центру Российской Федерации, который отмечает свое десятилетие. И, конечно же, история финно-угорского движения складывалась более 25 лет тому назад и существовал очень долго и работал в финно-угорском культурном центре Республики Коми. И, в принципе, он был прародителем финно-угорского культурного центра Российской Федерации. И, конечно же, очень хорошо, что было принято решение президентом Российской Федерации Владимира Владимировича Путина об открытии финно-угорского центра Российской Федерации. И, безусловно, началась работа по его открытию. И много было сделано, в первую очередь, для того, чтобы привлечь федеральные средства, федеральный бюджет, открыть финно-угорский культурный центр Российской Федерации. И я думаю, что в этом мы очень благодарны. В первую очередь, конечно, Валерию Петровичу Маркову, нашему сенатору. И в недавнем прошлом председателю Консультативного комитета финно-угорских народов. Правительству Республики Коми, которая выступила с инициативой открытия центра. Ну и, конечно же, что на федеральном уровне эта идея была поддержана и президентом. И, безусловно, в то время существовал Департамент по культуре и кинематографии. Возглавлял его Швыцкой Михаил Есинович. И началась большая работа по тому, чтобы создать центр. И вот в итоге центр создан и благополучно работает уже 10 лет. Светлана Ивановна, спасибо вам. С днем рождения Федерального финно-угорского культурного центра. Я вас тоже очень поздравляю и Республику нашу, финно-угорский центр, всех нас с этим замечательным праздником. Всего доброго. Всего доброго. Татьяна Тихоновна, теперь к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, сейчас есть какие-то у финно-угорского центра прям топовые проекты, по которым вас узнают? Да, за 10 лет они уже есть. Наверное, много, да? Да. И их уже так много. И они, в общем-то, постоянно находятся в стадии развития. Потому что мы, мало того, что мы их создали, мы еще отслеживаем и, конечно же, современные тенденции. Заинтересованы в развитии наших проектов. Давайте вот несколько из них, потому что их много. Ну вот, к примеру, наш очень известный фестивальный проект, долгосрочный. Я бы даже сказала уже, он такой инфраструктурный проект. Это Международный фестиваль искусства и народного творчества, финно-угорский транзит. Он уже много лет... Он, наверное, приоритетный даже в каком-то смысле. Ну, он, да, он приоритетный в списке фестивальных проектов. Фестивальный. Вот. Он 8 лет уже проводится. И каждый год в разной жанровой форме, с разным наполнением, с различными режиссерскими решениями. И большая география, увеличивается география, количество участников. И здесь мы на следующий год также будем его развивать и прикладывать к нему какие-то инструменты фестивального менеджмента, современные. Я вот, кстати, хотел спросить, извините, что перебил, по поводу финно-угорского транзита. Он в этом году будет проходить в Сочи. Но все-таки Сочи это к финно-уграм не имеет никакого отношения. Почему именно там? Ну, знаете почему? Потому что... Потому что это... Добавить колорита какого-то? Нет, потому что это фестивальный Сочи. Потому что это победный олимпийский Сочи. Потому что это город с такой атмосферой олимпийских побед, да? Да. И который просто вдохновляет на новые дела, на новые благородные дела. И я уверена, что это будет очень атмосферный праздник. Я уверена, что там будут выдающиеся сценические выступления. Может быть, под звуки даже морского прибоя, да? Ну, и потому что, в общем-то, Сочи действительно это город, который дарит надежду на счастливое будущее. И уникальный по восприятию вообще патриотизма. Ну, я почему-то, да, тоже уверен в правильности выбора города теперь. Поэтому наши участники просто прокатят патриотизм по всей нашей стране после этого проекта, да. Кстати, Финоугорский культурный центр в течение 10 лет снимает документальные фильмы о финноугорских народах. Можно сказать, что он первым открыл нам бурановских бабушек еще до того, как они поехали на Евровидение. А совсем недавно вышел новый фильм «Бесермяне. Осенние проводы». В центре внимания традиционные обряды бесермян, проводимые осенью, когда уже собран урожай и можно готовиться к зиме. Давайте посмотрим отрывок. Бесермян считают самым загадочным народом по Волжье. Их долгое время причисляли к удмуртам. Но в источниках исторических о них говорится как о самостоятельном народе. Полагают, что бесермяне – потомки южных удмуртов, входивших в состав Волжско-Камской Булгарии, где они испытали тюркское влияние. Про бесермян, что они пришли сюда, разные вещи. По Карамжину я читала, что там долгий путь с востока. И там сказано, что бесермянское царство было через Иран, через Узбекистан, как нынешние Прикаспийские земли, через Волгу, Булгарское государство. Вот считают, что так прибыли они наши, ну, северные, вот эти края. Татьяна Тихоновна, а куда отправится следующая группа, съемочная группа в следующий раз? Какие уголки? Да, мы заканчиваем снимать фильмы о малочисленных финно-угорских самодийских народах. И наши ближайшие планы – это две новых наших документальных видеоработы. будет о ВЕПСах, которые проживают на территории Карелии, Ленинградской области и Вологодской области. И мы поедем в Мурманскую область снимать этнокультурное наследие сами. Но это именно в 2017 году они будут сделаны, я так понимаю? Это уже в 2018. А, даже в 2018 году. Да, в 2017. Ближайшая работа, это как раз о коме. Ага, уже о коме. А у нас есть телефонный звонок. Алло, добрый вечер, слушаем вас. Алло, добрый вечер, слушаем вас. Да, алло. Здравствуйте, вы в эфире, можете задать свой вопрос. Хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, да, да. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, слушаем вас. Ваш вопрос. Добрый вечер, меня зовут Александр Иванович. Очень приятно. Я фотограф-любитель. Сейчас ухожу на фото-выставки. И в чем вопрос? Вы мне хотите предложить поучаствовать где-нибудь со своими работами? А, хотите ли вы поучаствовать со своими работами именно по финно-угорскому направлению? И так я понимаю? Ну да. Хорошо, спасибо вам большое. Ну, интересный вопрос, в принципе. Да. Ну, кстати, мы сразу тогда приглашаем Александра Ивановича на открытие нашей новой выставки «Времени живая нить». Ему будет, как любителю, все равно интересно посмотреть. А когда она будет проходить? Это вот будет буквально через неделю. А Александру Ивановичу мы также можем предложить, кстати, поучаствовать в конкурсе, оператором которого мы сейчас являемся. Это будет Всероссийский конкурс фототворчества. Народные праздники России, национальный колорит. Работы принимаются, положение есть на сайте. Поэтому вот о чем название конкурса говорит, национальный колорит праздников, пожалуйста, снимайте праздники Коми и отправляйте. Ну, то есть шансы все есть. Есть. Мы прервемся на короткую рекламу. Далее мы свяжемся с Финляндией и Пермским краем и узнаем, что для продвижения финно-угорской культуры предлагают жители Усть-Кулом. Оставайтесь с нами. Программа «Детали дня». Тема сегодняшнего эфира «Финно-угорский мир. Что мы о нем знаем?» Мы связались по скайпу с руководителем финно-угорских проектов общества «Финляндия-Россия» Рику Саванином и спросили, что, по его мнению, препятствует еще большему развитию финно-угорских отношений. Давайте посмотрим. Ну, конечно, один вопрос – это язык. То, что мы не знаем достаточно хорошо языков наших стран, наших государств. Это, конечно, уже первый такой барьер. И, например, в Финляндии, я считаю, что очень важно было бы знать лучше русский язык, а также финно-угорские языки, которые говорят в вашей стране, а также венгерский, эстонский язык и так далее. Это уже первый такой вопрос. Если мы знаем лучше языки и культуру разных стран, это уже облегчает решить разные вопросы. Татьяна Тихоновна, а на ваш взгляд, сейчас сегодня есть препятствия для развития финно-угорских отношений? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Потому что уделяется стоятельная поддержка государственная. Позвольте сказать, создание нашего центра – это одно из таких, правда, ведь мероприятий очень важных. Ну да, да, конечно. Очень активно работают общественные организации. Ведь в России проживает большее количество финно-угорских и все самодийские народы. Они все имеют свои национальные организации. Они все свои представляют интересы в общественном объединении Ассоциации финно-угорских народов. Ну вот как мы даже вначале говорили, из 24 финно-угорских народов 17 в России живет. Вообще 20. 20 даже? Даже 20, да. Международный консультативный комитет финно-угорских народов. Он еще объединяет и действия национальных организаций финно-угорских стран. И результативно проводит уже на протяжении многих лет конгресс финно-угорских народов. То есть полное взаимодействие. Да, конечно же. Естественно, образовательные проекты, образовательные семинары, конференции, сотрудничество финно-угорских университетов. Мне кажется, что сегодня вот этот набор всех компетенций и вот это сотрудничество государственных и общественных организаций, что, в общем-то, и является той огромной созидательной силой финно-угорского содружества, оно сегодня развивается. Это более чем хорошо. Сейчас у нас на прямой связи по телефону из Перми. Наталья Шостина, директор Международного фестиваля современных этнических культур Камва. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер всем. Большой привет из Перми, из Пермского края. Я очень рада слышать вас. Мы вас тоже очень рады слышать, Наталья. Я поздравляю финно-угорский культурный центр с юбилеем, поздравляю всю команду, потому что сегодня ситуация, которой занимается центр и вообще межнациональные отношения, это такое хрупкое поле, тонкое поле. И поэтому компания, которая развивается, это очень авторитетная организация мнения. И в первую очередь я хочу поздравить с тем, что на протяжении многих лет команда и центр держат позиции и действительно являются для многих финно-угорских территорий в России очень серьезным партнером. Наталья, скажите, а как часто, вот если говорить о вашем фестивале, как часто представители финно-угорских народов участвуют в вашем фестивале? Фестиваль в Перми существует уже более 10 лет. В этом году мы проводим 12 раз. И каждый год, вот все это время мы сотрудничаем с центром и принимаем обязательные условия участия в фестивале финно-угорских коллективов, проектов. И мне здесь очень хочется заметить, что фестиваль Камва начинался как этнофутуристический фестиваль. И это очень современный модный формат. И причем лидеры и идеологи этнофутуризма проживают в республике Коми. И мы всегда очень делаем совместные проекты и продвигаем их творчество. Поэтому участники Сыктывкара и в республике Коми постоянные участники фестиваля. Наталья, а вот сейчас можете вспомнить, выделить каких-то финно-угорских участников, которые вам наиболее запомнились? В первую очередь художники, которые у вас живут. Это Микуш и Фалисовский. Это, конечно, фольклорные проекты из Мордовии. Это марийские мастера декоративно-прикладного творчества, которые к нам приезжают. И художники-модельеры из Мариэл. Это очень современные и интересные проекты из Карелии. Но по большому счету из каждой новогорской республики... То есть список внушительный, я так понимаю, да? Ну, он бесконечный. И мы очень рады, что приезжают уже известные проекты. И каждый год мы открываем новые имена. И, конечно, мы в этом очень заинтересованы, чтобы были культурные связи. И если говорить о пожеланиях центру, то, конечно, хотелось бы вот эти культурные обмены устраивать наиболее часто. И приезжайте в Пермский край так, чтобы, допустим, фестиваль Камва или общественная организация Камва могла бы представлять свои творческие проекты. И не только на территории Пермского края, но и ездить на финно-угорские фестивали, форумы. И это, на мой взгляд, последнее время как-то отошло на второй план. Может быть, финно-угорский мир живет более такой бурной жизнью. Но Пермский край как-то проявляется слабо. Вот в этой семье, но как бы и активных акциях. Наталья, мы, к сожалению, очень ограничены во времени. Спасибо вам большое за... Спасибо, Наталья, спасибо большое. Удачи, успехов, здоровья. Всего доброго, всего доброго. До свидания, Наталья. Спасибо. Татьяна Тихоновна, вопрос о туристических агентствах, компаниях. Вы проводите с ними сотрудничество или, может быть, даже в каких-то моментах сами являетесь туристическими гидами? Ну, вот как раз, если говорить о развитии нашего еще одного проекта, это Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских самодийских народов, который мы проводим в Станкт-Петербурге и в Ленинградской области. Так вот, как раз именно в рамках развития этого проекта на будущий год мы будем рассматривать включение этногеографических компонентов в развитие проекта и как раз рассматривать сотрудничество вот как раз с туристическими агентствами. Но кроме того, что и как раз наш знаменитый финно-угорский этнокультурный парк сейчас выступает туристическим оператором, а у нас подписано соглашение о сотрудничестве, вот формирование вот этих туристических программ, уверена, что будут наши этнокультурные инициативы тоже участвовать. Отлично, отлично. Это очень хорошие новости. Сегодня активисты Усть-Куломского землячества предложили теснее общаться с нашими языковыми братьями с туристической точки зрения, ведь по большому счету и финны, и эстонцы знают небольшой набор информации про наш самобытный финно-угорский регион. Но рассказывать о прелестях северной земли нужно в доступной форме. Усть-Куломцы предлагают нам издать кармальный путеводитель для иностранных гостей. Карманный путеводитель, его можно брать с собой. Когда она разворачивается, то появляется большой лист размером, на котором изображена карта того или иного района. И на этой карте расположены не только точки достопримечательности района, но и небольшие рассказы об этих достопримечательностях. И тому же, с обратной стороны, у нас там были предусмотрены слова речевого этикета Коми-народа, чтобы человек, если приехал на ту или иную территорию, смог их применить на практике. Татьяна Тихоновна, вот готова поддержать такой проект? Интересным он вам кажется? Конечно, он кажется мне интересным. И этот проект как раз, в общем-то, относится к нашему партнеру в Республике Коми, Министерству национальной политики. Поэтому мы очень много работаем вместе, и этот проект тоже можно рассмотреть в совместном взаимодействии. У нас есть звонок. Добрый вечер. Слушаем вас. Здравствуйте. 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 Меня зовут Галина Васильевна. Очень приятно. Слушаем ваш вопрос, Галина Васильевна. Я пенсионерка. Очень активная и люблю ходить на разные мероприятия. Вы что-нибудь проводите для пожилых людей? Спасибо большое за вопрос. Вопрос в точку. Проводим. Мы несколько лет сотрудничаем с таким проектом Республики Коми, как Народный университет для граждан пожилого возраста. В рамках этого проекта мы проводим уроки этнографии, различные тематики. А много людей пожилых? Демонстрируем фильмы. Ну, там есть определенный состав в этом проекте. Вот. Ну, примерно 15-20 человек приходят к нам на каждое занятие Народного университета для пожилых людей. То есть это стабильное? Стабильно, да. Ну, у них там есть другие площадки, другие программы. Но именно наш центр проводит вот такие этнографические программы, викторины, мастер-классы. Вот. И поэтому добро пожаловать на этот проект. Елена Васильевна, и всех приглашаем. И еще один вопрос. Всех мудрых людей. Ну да. Осенью Сыктывкар примет шестой съезд финно-угорских народов. Чем будете удивлять гостей на этот раз? Конечно же, мы тоже и в оргкомитет входим, и будем организовывать вместе с республикой этот проект. Мы готовим такую очень насыщенную выставочную программу для участников гостей и официальных лиц. И, конечно же, мы будем принимать очень непосредственное участие, я бы так сказала, в освещении. В таком, в компетентном освещении работы всей съезда в информационном пространстве. На наших информационных порталах у нас их два. И вообще через сеть наших информационных партнеров. Поэтому впереди интересная работа. Ну да, да, не сомневаюсь. Я напомню, сегодня у нас в гостях была Татьяна Барахова, руководитель филиала Государственного российского дома народного творчества имени Василия Поленова в финно-угорский культурный центр Российской Федерации. Татьяна Тихоновна, спасибо вам большое, что сегодня к нам пришли. И вам спасибо, и всем нашим партнерам, друзьям большое спасибо. Ну что ж, друзья, а завтра смотрите «Детали недели» с Александром Кузнецовым. Всего вам доброго. Оставайтесь на Юргане. Субтитры создавал DimaTorzok